Сразу к делу. Сегодня поговорим про такую полезную и нужную в хозяйстве вещь, как аккумуляторная дрель. В данном случае это будет модель от компании Z-Track, которую я купил только потому, что реклама этой отвертки, вернее дрели, была просто из всех щелей перед 11-11. Что любопытно, у этого товара почти 17 тысяч отзывов, при этом оценивают покупку очень положительно. Стоила эта радость на акции всего 27 белорусских рублей, то есть почти 8 долларов. И за такие деньги сложно купить даже хорошую аккумуляторную отвертку, не то что уже говорим про аккумуляторную дрель. Но перед тем, как мы ее потестируем, давайте посмотрим распаковку. На упаковке снизу расписана комплектация этой версии. Сделано это чудо в Китае по заказу компании Z-Track. Внутри недорогой картонной коробки первым нас встречает зарядный блок для аккумулятора. Разъем тут хоть и проприетарный, но при этом стандартный для такого типа устройств. Характеристики у блока тоже стандартные, можете изучить на паузе. В пупырчатой пленке доехал аккумулятор. Он тут литий-ионный на 12 вольт, емкостью 1,5 Ач, то есть 1500 мА. Чтобы его снять, нужно одновременно надавить на два пластиковых фиксатора. Зарядка у него находится не снизу, а внутри, то есть зарядить дрель, не вынув аккумулятор, не получится. Заряжается аккумулятор часа полтора, об этом сигнализирует зеленый светодиод на блоке питания. Также в комплекте есть инструкция на русском языке с техническими характеристиками. Из важного, 18 регулировок крутящего момента плюс режим сверления. Также в комплекте есть двухсторонняя бита. Если верить инструкции, также существует комплектация с двумя аккумуляторами и пластиковым кейсом, но в данном случае аккумулятор только один. Что касается качества сборки, то это первое было приятное удивление, потому что собрана дрель в целом очень так неплохо, добротно, и она ощущается в руке такой очень увесистой. Обычно всякие дешевые эти подделки под какие-то шуруповерты, под перфораторы, они визуально похожи, разумеется, потому что несложно вылить похожий корпус из пластика, но по начинке там просто в руки берешь и понимаешь, что это пустышка. Здесь она довольно увесистая, во-первых, сам по себе патрон весит неплохо, да и в целом качество пластика хоть и дешевое, но все равно в плане эргономики лично у меня претензий нет. Легким движением руки вставляем аккумулятор. Зажимной патрон это большой плюс для этой дрели. Зажимной патрон тут 3,8 дюйма, максимальный диаметр у него 9 мм. Под ним есть кольцо, с помощью которого можно отрегулировать силу крутящего момента. Плюс есть режим сверления. Скорость у шуруповерта одна. Возле большого пальца расположен переключатель прямого и реверсивного хода. Также есть светодиодный фонарик, он вполне яркий. Теперь давайте проверим дрель в деле. Для справки, у меня есть идентичная дрель Витязь. Батарейки у них одинаковые, правда у Витязя она на 2000 мА. Год он уже отработал, но батарейка очень плохо стала держать заряд. Так вот, что для Витязя, что для Зитрека просверлить деревяшку или закрутить саморез в нее, это простая задача. Хватает и крутящего момента, он тут 32 ньютон метра, и скорости в 600 оборотов. Что касается сверления разных железя, то с небольшой толщиной проблем не будет. И для понимания, сверла под рукой у меня оказались, во-первых, не новые, а во-вторых, не самого лучшего качества. И тем не менее, дрель с этой задачей тоже справилась. Даже стальную пластинку просверлить можно, но нужно больше времени и хорошее сверло. Подведем итоги. В целом, дрель мне понравилась. Я считаю, она точно стоит своих денег, и если надо какая-то недорогая аккумуляторная мощная отвертка, с возможностью сделать пару дырочек в металле или саморез в дерево загнать, то это очень неплохой вариант, и действительно, меня она приятно впечатлила тем, что за такой вот функционал, такая очень гуманная цена. Вообще, чаще всего, я пользуюсь шуруповертом от компании Bosch. Надежный, крепкий, который прожил уже не один ремонт и не один дачный сезон. Но, пользуясь правилом инструмента много не бывает, эту дрель я также оставляю себе, пригодится. Поэксплуатирую на даче весной еще ее, также надо ремонт заканчивать, поэтому, если появятся вопросы через полгода, год, как там дрель, жива или нет, спрашивайте, я всегда отвечу, комментарии открыты. А кроме комментариев, не забывайте поддержать мой канал с честными обзорами, подпиской и лайком под этим видео. С вами был Антон, легких вам ремонтов, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok